МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите итоговый выпуск новостей на Главном городском. В студии Анна Володина. Здравствуйте. О самых важных событиях этой рабочей недели расскажу в ближайшие полчаса. И вот лишь некоторые темы выпуска. Начало положено. В Краснодаре приступили к возведению нового Яблуновского моста. 3 миллиарда рублей на соцобъекты и берегоукрепления. Расскажем о решениях, принятых на 86-м заседании Гордумы. Обещали, сделали. В Краевом центре завершили благоустройство 9 зеленых зон. В планах новые. Секреты древности. В свой 140-й юбилей музей-заповедник имени Фелицина показал нам то, что обычно скрыто от глаз посетителей. Поехали. Под Краснодаром началось строительство такого долгожданного Яблуновского моста. Со стороны Адыгея через реку Кубань проложили временную дорогу. Завезли материалы под заливку фундамента и вовсю работает тяжелая техника. А также определены места установки опор. Сооружение будет длиной около 1 километра и станет продолжением улицы Захарова. В каждом направлении движение по путепроводу будет по две полосы. Для пешеходов на мосту будет сделан тротуар шириной в 3 метра, а для велосипедистов специальная дорожка. Предполагаемая скорость проезда автотранспорта 80 километров в час. Расчетная стоимость строительства от 7 до 9 миллиардов рублей. Крупнейшая сельхозвыставка Югагра состоялась на этой неделе в Краснодаре. Сотни предприятий, большинство из них российские. Кубанские производители представили не только удобрения и семена, но и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. Умная техника продолжает удивлять даже самых искушенных фермеров. Достижение инженерной мысли оценил и губернатор края. С помощью чего аграрии будут добиваться рекордных урожаев в следующем году. Узнаем прямо сейчас. Не случайно сельскохозяйственный год в крае завершается выставкой Югагра. Ключевые игроки на поле зерноуборочной комбайной покинули урожайные Нивы. Однако производители техники затеяли свое сражение за покупателей. Один завод старается перешеголять другой, заманивая выдающимися характеристиками. О достоинствах техники губернатор рассказывает директор краснодарского предприятия КЛААС Ральф Бендиш. Вениамин Кондратьев подчеркивает, это именно наш отечественный комбайн, который сегодня доступен для сельхозпроизводителей. КЛААС на 65% не собирается в России, а производится в России. Это уже тот факт, который на самом деле говорит, что он по-настоящему российский комбайн. Мы хотим больше 600 миллионов еще вложить в производство, расширим производственные площади, создаем новые рабочие места. То есть программа локализации и адаптации этой техники в России, она несет свои плоды. Мы сегодня можем констатировать, что и высокотехнологичное сельское хозяйство в нашем регионе, да и в целом по России, ну и, конечно, высокотехнологичная сельхозтехника. То, что ваша сельхозтехника, как у нас в народе говорят, премиум класса, безусловно, но она должна быть. И у нее есть тоже свой покупатель. Я считаю, что сегодня в России должна быть любая техника, но качественная и на любой карман селянина. Отрасль сельского хозяйства сегодня не может отставать от высоких технологий. Только в этом году Агрария и Край закупили технику более чем на 9 миллиардов рублей. Главное, что у потребителя появился выбор. Потребитель, как бы, он, естественно, выбирает ту технику, которая максимально ему доступна и цене, но, естественно, по качеству. Вопрос в том, что сегодня на современном этапе развития России у нас есть разная техника, но она вся качественная. Она качественная. Это принципиально важно. Сохранить этот баланс цены, качества и доступности для любого кошелька сельхозтоваропроизводителя, сельхозтехники. Для любого. К 2030 году, согласно стратегии развития, агропромышленный комплекс Кубани должен выйти на новый уровень. Стать умным, высокотехнологичным и, что важно, экологичным. Свои методы, как получать высокий урожай без вреда для земли, аграрий предлагает на выставке. Например, утилизация. Показываем, учим фермеров, как нужно обращаться с отходами. Потому что это теплицы, капельные ленты, трубы, все это. Знаете, очень важно, чтобы мы не только зарабатывали в сельском хозяйстве, но еще и оставили нашу землю максимально плодородной на будущее и будущие поколения. Сельское хозяйство края ставит рекорды не только благодаря высокотехнологичной технике и собственной селекции. Экономическую эффективность аграрий видит в переходе на альтернативные источники энергии, что способствует энергосбережению и поможет решить вопросы с перебоями. Общая площадь выставки превышает 65 тысяч квадратных метров. В ней принимают участие более 700 компаний из России и зарубежных стран. Отдельный стенд для кубанских производителей. Губернатор показывает, что уже в обиходе у аграриев селки, машина для сбора винограда и даже универсальная тележка, прицеп-трансформер. Мы должны сегодня максимально их защищать, наших производителей сельхозтехники, и продвигать. Они сделали самую главную, выполнили задачу, они ее создали. Они ее внедряют. Но во внедрении максимальной популяризации ее, это, коллеги, наша совместная задача. Мы были на том стенде, где они говорят, абсолютно, нам надо попасть в программу не поддержки производителей сельхозтехники, а программу конкурентоспособности для производителей сельхозтехники. И это сегодня стратегически важно, помочь нашим производителям сельхозтехники попасть в различные программы, которые позволяют им быть конкурентоспособными, всего лишь навсего, конкурентоспособными. В равной конкуренции. Вот и все. Я полностью считаю, что это стратегическая задача, коллеги, и для вас, Василий Александрович, и для вас, Андрей Николаевич, сделать все, чтобы они попали в эти программы. Международная сельскохозяйственная выставка «Югагра» будет работать в Краснодаре до 22 ноября. Аграрии смогут не только посмотреть на современную технику и оценить новые разработки, а также посетить профильные мастер-классы и лекции. Новое назначение в городской администрации – сохранение льгот для пенсионеров и увеличение бюджета Краснодара. В Краевой столице в этот четверг состоялось 86-е заседание Городской думы. Подробнее о темах, которые обсудили, и о решениях, которые были приняты, расскажет Николай Новиков. Началось заседание с назначения нового руководителя Департамента финансов администрации Краснодара. Подразделение возглавил 32-летний Александр Чулков. Его кандидатуру представил глава Краевой столицы Евгений Первушев. Депутаты поддержали ее единогласно. Я думаю, что это хорошая на сегодняшний день кандидатура для того, чтобы он возглавил, не исполнял уже обязанности, а возглавил Департамент финансов. Достаточно сложный период, потому что сегодня время таких серьезных реформ, больших программ, которые мы вместе с вами выполняем. Поэтому, конечно, и нагрузка соответствующая. Здесь уже требуется не просто профессионализм, а еще и молодое здоровье для того, чтобы суточно работать на этой должности. Евгений Первушев также отметил, что это еще один пример кадрового лифта. И в администрации Кубанской столицы много руководителей, которые выросли от рядовых специалистов до руководителей структурных подразделений, заместителей главы Краснодара. Еще одно важное решение, которое сегодня приняли на 86-м заседании Гордумы, что доходная часть городского бюджета увеличена на 3 миллиарда рублей. Эти деньги закрепили за строительством берегоукрепления, школ и детских садов. Такая корректировка, как отметил глава города Евгений Первушев, позволит уже в этом году проводить конкурсные процедуры. Проект тоже поддержан Ивановичем Кондратьевым в части строительства берегоукрепления и набережной по берегу реку Кубани от Рождественского парка, соответственно, который протянется до Тургеневского моста. Это такой амбициозный проект. Глава Краснодара подчеркнул, что сроки реализации проекта – 3-4 года. Но подготовку необходимо начинать уже сейчас. Создание берегоукрепления предполагается разбить на несколько этапов. Что касается социальных объектов, то увеличение доходной части бюджета Краснодара позволит начать строительство школы на 1550 мест в микрорайоне гидростроителей, дать старт возведению корпуса для начальной школы на территории гимназии номер 87 по улице Бульварное кольцо 9 в юбилейном микрорайоне и приступить к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса по улице имени 70-летия Октября в юбилейном микрорайоне и детского сада в посёлке Водники. Ещё одна важная тема, которую вынесли на рассмотрение депутаты – сохранение льгот по земельному налогу. Для женщин с 55 лет, а для мужчин с 60. То есть для краснодарцев они будут предоставляться до наступления нового пенсионного возраста. Как и прежде, горожане, зарегистрированные на территории краевого центра, смогут не платить земельный налог на дачный участок или участок под ИЖС, а также самостоятельно выбирать, какой именно участок будет освобождён от уплаты налога. Правда, под льготу не подпадают земельные участки, которые используются для ведения предпринимательской деятельности. Депутаты такую инициативу поддержали. Также на 86-м заседании было принято решение о том, чтобы назвать новые улицы в Прикубанском округе в честь Станиц края и открыть в Краснодаре несколько мемориальных досок в честь героев Великой Отечественной войны. Добавлю, те вопросы, которые были отложены для рассмотрения, обсудят на внеочередном заседании Городской думы на следующей неделе. Николай Новиков, Анна Володина, Андрей Дагмаков и Анастасия Федяй. Телекомпания «Краснодар». Новые дороги, новые детские сады и даже новый моторный катер для спортивной школы, а также встречи с жителями по личным вопросам. Коротко о рабочей неделе главы краевого центра Евгения Первышева в нашем традиционном дайджесте. Большую школу и три детских сада построят в районе улицы Восточно-Кругляковской и приступить к возведению планируется уже в следующем году. Эту приятную новость жителям Восточно-Кругляковского и соседних с ним губернского и московского микрорайонов сообщили на встрече, которую провели глава Краснодара Евгений Первышев и председатель Гордумы Вера Галушко. Кроме того, в планах на следующий год завершить разработку проекта планировки размещения трамвайной линии на улице Красных Зорь, а также проектов пяти соцобъектов в микрорайоне. Новый моторный катер появился у муниципальной спортивной школы номер 4, где есть отделение парусного спорта. И теперь выходить на воду стало безопаснее. Ключи вручил глава города Евгений Первышев. На быстроходном судне могут разместиться шесть человек. Это не только тренеры, которые подают сигналы спортсменам, выполняющим различные приемы на парусных лодках, но и спасателям, чтобы при необходимости быстро прийти на помощь. Посодействовать в сносе самостроя, помочь оформить документы и решить земельный спор. С такими просьбами обратились жители города к секретарю Краснодарского местного отделения «Единой России» во время личного приема. Всего на встречу к Евгению Первышеву записались шесть человек. Ни один вопрос не остался без внимания. И по всем были приняты решения. Из плана следующего года в Кубанской столице ремонтируется уже третья улица. В этот раз имени Энгельса. Необходимость ремонта обсудили с краснодарцами, проживающими в Западном округе еще на стадии проекта. Дорогу преобразят на всем протяжении, от Скорняжной до Гагарина, а это почти два километра. Основание дороги усилят, уберут старое покрытие и уложат новое. Новая жизнь старому зданию. Администрация Краснодара выделит средства на проект реставрации дома на улице Коммунаров. Здание признали аварийным еще в 2008 году. После расселения жильцов Управление госохраны объектов культурного наследия края признало здание объектом культурного наследия. Теперь в здании предстоит выполнить консервацию. Затем специалисты разработают план по реставрации. Помимо этого, на заседании гордома было принято решение назвать 29 новых улиц Краснодара по названиям Кубанских станиц. Более 11 гектаров благоустройства в Краснодаре установили впечатляющий рекорд. В 2019 обновили 8 зеленых зон и еще одну построили с нуля. И это далеко не предел. Какую работу планируют провести в ближайшие годы, знает Анастасия Федотова. Наверняка вы хоть раз слышали, что в этом году в Краснодаре благоустраивают рекордное количество зеленых зон. Спешу вас порадовать. Это правда. И все эти территории для отдыха уже готовы. Итак, в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в Кубанской столице обновили бульвары Офицерский и Гагаринский. А также скверы пограничников, фестивальный и студенческий. Еще один, Садовый, и вовсе возвели с нуля. Помимо этого, три территории стали сюрпризом для горожан. Их облагородили за счет сэкономленных средств муниципального бюджета. Речь идет о скверах майский, прохладный, а также памяти жертв фашизма. Итого, девять зеленых зон, которые в общей сложности занимают площадь свыше 11 гектаров. Каждая благоустроенная территория уникальна и по-своему притягательна. Но особенно хочется отметить сквер Садовый. Еще в начале года на этом месте возвышалось больше сотни неприглядных гаражей. На радость местным жителям ржавые конструкции снесли, а на их месте обустроили зеленую зону с оригинальной планировкой. Одна часть для активного отдыха, другая для спокойного. Первоклассник Артем больше предпочитает первый вариант. Даже в непогоду мальчик уговорил деда выйти с ним на любимую площадку. У нас напротив девятиэтажный дом, там площадка есть, но маленькая. Таких нету. Очень хорошо. Побольше было бы в городе таких мест. Девять обновленных территорий. Согласитесь, немало даже для мегаполиса. Неудивительно, что и средства потребовались немаленькие. На благоустройство всех скверов и бульваров потратили около 330 миллионов рублей. В дальнейшем работа продолжится. Краснодарцы уже провели рейтинговое голосование и выбрали зеленые зоны для участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды на 2020 год». Решением большинства вторую жизнь получат три территории. В том числе любимый многими сквер Дмитриевский. Второй объект – это вторая очередь сквера Вишняковского. Мой муниципалитет забрал ту часть земельного участка в муниципальную собственность. И теперь мы ее уже заканчиваем. Полноценный сквер будет закончен в 2020 году. Сквер Вишняковский. И третий объект – это бульвар школьный на юбилейном. Протяженная территория. Тоже, думаю, все там будет сделано красиво и по-современному. На следующий год список определен. А вот на 2021-й перечень еще формируется. Жители могут подавать заявки в окружную администрацию, а в ближайшем феврале прийти на голосование и выбрать территорию для благоустройства в рамках федерального проекта. Тем более, что претенденты на победу имеются. На этой неделе жителям презентовали предварительный эскизный проект Николаевского бульвара. При благоустройстве зеленой зоны в микрорайоне гидростроителей по просьбе жителей постараются максимально сохранить растущие там деревья. Планируется, что бульвар разделят на четыре тематических зоны по количеству находящихся здесь водозаборов. Это будут территория для спорта, игр с детьми, а также летний кинотеатр и зона для выгула собак. Это одна из немногих территорий, которая осталась у нас в микрорайоне гидростроителей, которая требует качественного детального подхода. Мы ее не должны потерять и должны обязательно ее благоустроить. Поэтому в следующий год мы, соответственно, делаем полностью проектирование, получаем государственную экспертизу и дальше уже непосредственно подаем заявки на финансирование включения либо в краевую, либо в государственную программу по созданию комфортной городской среды. Вот такое у нас задание и вот такой двухгодичный будет у нас план. А вот чтобы приступить к созданию единой набережной реки Кубань, для начала нужно укрепить берег. Средства на эти работы запланированы в городском бюджете на следующий год. Проект благоустройства территории от Рождественского парка до парка имени 30-летия Победы уже готов. Зеленая зона обещает выглядеть современной, даже немного футуристично. Но главное, она тоже будет многофункциональной. Одно из таких фишек этого проекта является пешеходный мост, на который также будет организован доступ инвалидов. Это не только архитектурная доминанта, но и место, в котором можно укрыться от палящего солнца, что для юга очень важно, пока не вырастут деревья в особенности. Еще один проект по обновлению тропы здоровья. Здесь добавят дорожки, заменят покрытие и преобразят ландшафт. В общем, большому городу больше зеленых зон. Горожане замечают эту тенденцию и определенно одобряют. Ну а как можно к этому относиться? Конечно же положительно. Есть куда сходить, есть куда съездить. Человек может отдохнуть как морально, так и физически, подышать свежим воздухом. Отлично, есть место, где прогуляться с детьми. То, что нужно. Очень нравится. Очень все довольны. Особенно пожилые люди. У меня соседки говорят, идет магазин, ноги устают. Пришли с магазина, сели, отдохнули и дальше пошли. При этом речь идет не только о больших зеленых зонах. Например, в музыкальном микрорайоне уже не выдают разрешение на строительство многоквартирных домов. Свободные от застройки участки планируется использовать для возведения скверов и соцобъектов. Анастасия Федотова, Алексей Попов и Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Троллейбус без электрической тяги. Такими машинами пополняется парк МУП КТТУ на этой неделе. Новый общественный транспорт будет подпитываться от электричества, но сможет ездить и без него продолжительное время. На автономном ходу по улицам Кубанской столицы рогачи уже обкатывались, но специалисты приняли решение максимально проверить все пришедшие машины, чтобы исключить неполадки перед выпуском на рейс. Напомню, КТТУ – это главный городской перевозчик. И в этом году стартовало самое масштабное обновление его подвижного состава за всю историю. В Краснодар уже прибыли 27 новых трамваев, большая часть из них на линии. До конца года доставят еще 8. А также Вологодский завод завершил поставку 12 новых троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. Напомню, это неделя в Краснодаре. Впереди еще много интересного и вот что покажем после короткой рекламы. За ними будущее. В Кубанской столице на съезде фермеров обсудили, что нужно, чтобы идти в ногу со временем. Самый честный взгляд на город. Старейшему жителю Краснодара провели экскурсию по краевому центру. Секреты древности. В свой 140-й юбилей музей-заповедник имени Фелицина показал нам то, что обычно скрыто от глаз посетителей. Продолжаем итоговый выпуск. От лопат и тяпок к современным комбайнам с навигаторами. Фермерскому движению на Кубани исполнилось 30 лет. В конце 80-х появились первые индивидуальные хозяйства. За это время бывшие работники колхозов превратились в настоящих сельскохозяйственных менеджеров с рекордными урожаями. О том, каким должно стать сельское будущее, говорили на съезде Ассоциации крестьянских хозяйств. Там побывал губернатор края. Как сейчас живут на селе, расскажем далее. Совсем недавно на ферме построили овощехранилище с вентиляцией и регулировкой климата. Собирать картошку теперь можно два раза за сезон. А значит, экологичная продукция на прилавках будет круглый год. Очень гордится фермер Анищенко и своим новым проектом. Говорит, таких насосных станций для полива полей 9 во всем крае. Подается вода и большими насосами эта вода подается под землей на фронтальные поливальные машины. Тот проект, который мы сейчас осуществляем, я считаю, нам даст возможность и увеличить вдвое тоннаж, который мы поставляем на рынке Кубани, России. В грандиозную стройку вложено порядка 60 миллионов рублей. 37% затрат возместит государство. В руках небольших фермерских хозяйств свыше миллиона гектаров пахотной земли. Это треть всей посевной площади региона. У нас около 14 тысяч фермеров. 14 тысяч. Равных в стране нет по фермерскому движению, как она у нас. И по количеству земли, которая находится у фермеров. Ну как не в сторону фермеров сегодня двигаться? Это на самом деле те, которые на земле собирают урожай, а не сверхприбыль. Как сделать так, чтобы они были устойчивыми в рынке? Вот над этим мы сегодня работаем. Вот такие нужны инструменты и программы, и механизмы такие нужны, чтобы вас не поглощали. Это, конечно, нужно объединяться. Поэтому и сегодня кооперативы. Понятно, путь, который сегодня начат, и уже по нему идет движение. Безусловно, он показал результат. И мы начали объединять в кооперативы на стадии переработки. И компенсировать 90% у него прекрасное знание, знаете, за вот эти линии перерабатывающие, когда кооператив, но фермерский, приобретает. Понятно, теперь денег не хватает, потому что такое количество сегодня желающих создать эти кооперативы. Для нас это принципиальная задача, и еще больше наполнить эту программу деньгами. Венимин Кондратьев не первый раз посещает съезд Ассоциации крестьянских хозяйств региона. В этом году юбилейная дата для всего движения. 30 лет назад на Кубани стали появляться индивидуальные фермерские предприятия. За это время удалось пройти путь от разваленных колхозов до рекордных урожаев в масштабах всей России. Если мы видели крестьянско-фермерское движение 10 лет назад, то это было чисто сырьевое. А сегодня это агропромышленный комплекс и сегмент его, мощная переработка во многих хозяйствах. Мы говорили о мерах господдержки. Если брать в 2015 году, то всего 4 меры государственной поддержки напрямую поддерживали крестьянско-фермерских хозяйств. И объем финансирования этих программ 4 было 350 миллионов рублей. То сегодня, в 2019 году, мы констатируем факт, это 8 программ. И сумма поддержки по этим программам 1,4 млрд. Ни одна из программ, которая работает сегодня, которая доказала свою эффективность, которая доказала, что она вам нужна по объему финансирования, не только не будет сокращена, а гарантированно увеличена. И пропорциональное количество тех заявок, которые от вас поступают, для того, чтобы вы участвовали в этой программе. Принципиально важно. Иначе нет смысла говорить ни о чем, если не будет государственной поддержки фермерства. Это принципиальная моя позиция, она должна быть. Как результат помощи, небольшие хозяйства стали активно наращивать объемы производства. 20% всех овощей в край, 10% молока. Это все они. Фермерские предприятия единственные на Кубани, кто за последние два года увеличил поголовье крупного рогатого скота. И это все в жесткой конкуренции с крупными агрохолдингами. Говорили, конечно, и о проблемах. Самая главная головная боль фермеров – это земля. В собственности участки находятся далеко не у каждого. А аренда – это все-таки не свое. Собравшиеся в зале переживают, ведь земля – это все, что есть у крестьянина. В 2018 году закончился льготный порядок выкупа земельных участков. Нельзя ли его продлить нам на 2020 год? Знаете, можно его будет продолжить. Там, где земля уже выкуплена, проблемы с переделом закончились. Я просто хочу, чтобы земля на Кубани быстрее обрела собственника, хозяина в вашем лице. И вопрос только в том, что должен прийти на кубанскую землю хозяин. И чем он раньше придет, тем эта вакханалия с судебными решениями, с переделом, с паями, со всем, что происходит, ну закончится она. Потому что невозможно бегать и быть, как пожарная машина, тушить то там, то там, то там. Чуть-чуть прозевали, одни слева заходят, другие справа заходят. И вечно это же вас трясет в первую очередь. Поэтому здесь задача у меня одна – максимально, чтобы кубанская земля получила собственников. Поэтому давайте подумаем. Право собственности на землю на века защищает вас и ваших детей. В Краснодарском крае, как у ведущего аграрного региона России, большие планы по развитию сельского хозяйства. И фермерам здесь отводятся главные роли, чтобы их небольшие предприятия стали еще большими поставщиками кубанских продуктов. А сейчас поговорим об улучшении инвестиционного климата на Кубани, развитии туризма в регионе и на другие темы краевого значения. Улучшение инвестиционного климата региона в понедельник обсуждали в краевой администрации. Губернатор провел рабочее совещание, посвященное этой теме. На встречу были приглашены все те, от кого напрямую зависит, насколько сегодня комфортно бизнесу на Кубани. Руководители правоохранительных, налоговых и судебных ведомств, а также представители ресурсоснабжающих организаций. Не секрет, многие инвестпроекты не состоялись из-за высокой стоимости подключения к коммуникациям. На совещании было принято решение о создании единого ресурсного центра, который будет заниматься сбором информации по инвестиционным площадкам, а также проверять техусловия и корректировать программы монополий и муниципалитетов. В Краснодарском крае появится логистический центр российского интернет-магазина. Планируется, что его площадь составит 300 тысяч квадратных метров. Детали сотрудничества глава Кубани Вениамин Кондратьев обсуждал с генеральным директором компании «Вайлберис» Татьяной Бакальчук в Москве. Наш регион сегодня один из центров потребительской активности страны. Только на сайте «Вайлберис» жители края в прошлом году сделали заказы на более чем 3,5 миллиарда рублей. По словам губернатора, появление логистического центра на территории региона даст дополнительный импульс развитию местных производителей. Лучшие отели и необычные туристические маршруты. В Красной Поляне состоялся шестой форум внутреннего туризма «Сифт-2019». Это единственная подобная деловая площадка в России. Здесь заключают соглашения и размышляют над улучшением сервиса. К участникам на пленарном заседании обратились губернатор Краснодарского края и глава Сочи Алексей Копайгородский. Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня одна из важных задач сделать курорты края еще более привлекательными именно для нашего российского туриста и призвал представителей бизнеса к открытому диалогу. Вернемся к городским событиям. Краснодар сквозь смену поколений. В краевой столице прошла экскурсия для самого пожилого жителя нашего города. Валерий Балюлис помнит Краснодар еще маленьким провинциальным городком. А какие эмоции он вызвал у ветерана Великой Отечественной войны сейчас? Давайте узнаем у Александра Крошного. Валерий Балюлис – самый старший житель кубанской столицы. Помнит Краснодар еще маленьким провинциальным городком с узкими улочками и парой-тройкой многоэтажных домов. Ему показали, как краевая столица выросла, улучшилась инфраструктура, раскинулись большие скверы и парки. Этот город стал одним из лучших городов прямо, без всякой похвалы говорю, России. Восстановлен. Я знаю Краснодар, да военный какой он был. Огромная работа проделана. Прогулялись по Екатериненскому скверу, пообщались о культурном наследии города и о том, как же выросла кубанская столица за последнее десятилетие. Валерий Петрович уже около 15 лет из-за состояния здоровья не мог позволить себе погулять по улицам нашего города и оценить его масштабы. Ведь как-никак уже 108 лет старожил у Краснодара. И такие экскурсии нужны, чтобы наши ветераны видели то, какое они подарили мир нам и нашим детям. Валерий Петрович, это старейший житель города Краснодара, праздновал свой 108-й день рождения. И вот в ходе беседы я у него спросил, как давно он посещал вообще город Краснодар, и как давно он видел, как он преобразился. На что он ответил, что это было достаточно давно. И мы решили с коллегами организовать вот такую экскурсию по городу Краснодару. Я думаю, что на сегодняшний день администрация Прикубанского округа провела эту первую экскурсию. Но я думаю, что мы это, конечно, возьмем за практику. И те ветераны, которые пожелают посмотреть преображение и красоту нового Краснодара, конечно же, мы и организуем, никому не откажем. Валерий Петрович отметил экологию города. Говорит, что Краснодар хоть и стал большим, но он не загазован автомобилями и предприятиями, как в других крупных городах. Штукубанская столица так и продолжает нести звание «зеленого города». В этой экскурсии его сопровождали курсанты летного училища. Ветеран когда-то преподавал физическую подготовку в этом вузе. И будущим летчикам попался такой редкий шанс не только познакомиться с самым старшим жителем нашего города, но и получить опыт прошлых лет от ветерана. Нужно показывать, как изменился наш город, какой он стал красивый, потому что я думаю, что такие ветераны, вот с каким мы встретились сегодня, которому 108 лет, и он является старейшим жителем города Краснодара, давно не был в таких местах значимых, и ему нужно посмотреть, показать. Эта связь поколения, она безусловно чувствуется, и мне приятно, что я заслужила честь находиться на такой экскурсии с таким человеком. Такие экскурсии для ветеранов войдут в нашем городе в хорошую традицию, и мы и дальше будем выстраивать связь поколений и демонстрировать, каким стал наш город благодаря этим людям. Алексей Попов, Александр Крошный, телекомпания «Краснодар». Человек эпоха. Мемориальную доску почетному гражданину города Иосифу Кобзону открыли в Краснодаре накануне. С подробностями Виталий Молчанов. Память артиста увековечили на здании Дворца искусств творческого объединения премьера по улице Стасова, 175. В церемонии приняли участие вдова артиста Нелли Кобзон и сын Андрей Кобзон. Уникальный, великий талант, он меценат, благотворитель. Я считаю, он всю жизнь делал мир лучше. Он действительно любил город Краснодар. Он часто здесь бывал. И в 92-м году краснодарцы ему присвоили почетное звание почетного жителя города Краснодара. В 90-е годы у нас открылось творческое объединение премьера. Мы как раз присутствуем сегодня возле этого здания. И очень символично, что и памятная доска сегодня будет открыта именно на здании творческого объединения премьера. Вдова великого певца помнит, что у него было особое отношение к Краснодару и к творчеству, развитию которого он способствовал на кубанской земле. Краснодар – это город, который он очень любил. Повторяюсь, с удовольствием всегда сюда приезжал. Очень дружил с театром премьер. Я тоже, я лично, очень горжусь сегодняшним днем. Очень горжусь, что награду нашла героя, потому что он достоин этой памяти. Какой еще прием может получить семья Иосифа Кобзона в городе, где так любят творчество их мужа и отца? Только самый теплый. Здесь действительно очень много поклонников и почитателей таланта моего отца. Здесь у него много друзей. Много и друзей, и поклонников пришли почтить память певца. Люди не скрывали своих эмоций. Мы очень рады, что такая почетная доска открыта в нашем городе. Низкий поклон за хорошее исполнение, за хорошего человека. Пусть всегда будет светлая память о нем у всех. Вечная память. Вечная память ему. У меня слезы все время сегодня почему-то. Он любил, когда улыбаемся, поем. И пели мы вместе с ним. Сейчас стояли с Людочкой. Мы очень большие поклонники его песен и его жизни. Прав был Иосиф Давыдович. Надо улыбаться и петь. Это не обязанность. Это норма жизни. Таковой ее делали песни Кобзона, которые надолго останутся в памяти. Виталий Молчанов, Алексей Попов, Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». Наслаждение пищей, которая объединяет людей и культуру. На этой неделе в Краснодаре активисты татарской общины кормили горожан вкусной едой, рассказывали о своих традициях и учили, как правильно готовить национальные блюда. Милана Урусова продолжит. Любовь к культуре и уважение к чужим обычаям сближает и объединяет. Вот и прекрасная половина татарской общины булгарка в Краснодаре устроила для горожан праздник живота. Кулинария этого народа богата вкусовыми оттенками. Хочпочмак, губадия, чак-чак, супы и многое другое сегодня смогли отведать жители краевой столицы. День татарской культуры проходит в Краснодаре уже во второй раз. Находясь вдали от родины, это особенно хочется преподнести, показать, как живет наш народ, к примеру. То есть здесь мы собираемся своей семьей. Вообще на самом деле мы татары, когда собираемся в наше общение, действительно как будто приходишь к себе домой, к своим родным, потому что там блюда, там язык, там общение, там наряды свои, национальные. Красивые девушки в национальных нарядах провели для нашей съемочной группы мастер-классы по приготовлению блюд, без которых не обходится ни один татарский стол. Самое такое популярное татарское блюдо – это губадия. Это чисто татарское блюдо. Хочпочмак знают, вакбеляш, перемичи – это еще людям знакомо. Но губадия не особо. Но это самое вкусное блюдо. И не приукрасили же. Действительно вкусно. Мы тоже не смогли удержаться и отведали необычное яство. Следом узнали, как легко и правильно приготовить лапшу в домашних условиях. Яйцо, соль и мука. Этих ингредиентов достаточно для того, чтобы замесить тесто. Но только самые умелые руки, привыкшие к нему с самого детства, могут только и профессионально нарезать домашнюю лапшу. Ой, ну знаете, готовить я вообще очень люблю. И вообще, вот я сколько себя помню, всегда помогала маме. Мы с ней вдвоем, когда на кухне, знаете, мы можем заменить десятерых человек. Помимо угощения, краснодарцы могли больше узнать о культуре жителей Татарстана. Специально для этого обустроили уголок с национальной утварью. Также организовали выставку продажу тюбетеек, кукол и сувенирной продукции. Мила Наурусова, Павел Сагайдак, телекомпания «Краснодар». Историческая дата. На этой неделе главное зеркало и хранилище истории Северного Кавказа и Кубани историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына отметил свой 140-й юбилей. По такому поводу мы очень хотели рассказать вам о нем что-то новое и интересное. И вот что из этого вышло. Здесь реставрируют преимущественно находки из металла, стекла, керамики. Только приехали и сразу попали в святая святых. В одну из многочисленных реставрационных мастерских. Оглядываясь вокруг, понимаешь, это настоящий музей в музее. Здесь с 80-х годов трудится известный краснодарский скульптор, художник, ювелир и реставратор музея Михаил Смоглюк. Когда ему предложили переехать в новое, более современное помещение отказался. В соседней комнате трудится ученик Михаила Ивановича Владислав Дымченко. Работает реставратором в музее Фелицына 17 лет. Говорит, что ощущает себя следователем, который распутывает сложное дело. Старается разгадать, как именно создали тот или иной предмет в древности. Пытается выяснить технологию. Сейчас расчищает фрагмент скифских доспехов, датированный пятым веком до нашей эры. Работа длится уже второй год. После очистки все элементы доспехов законсервируют, обработают специальным составом, защищающим от разрушения. Затем соберут в единое целое. И если чего-то не будет хватать, восстановят. Мы владеем техникой восполнения утрат. Мы можем восполнить утрату, чтобы зритель, посетитель мог увидеть предмет, каким он был. После мастерских кажется, что нас уже ничем не удивить. Но вопросов к музейным сотрудникам еще много. И мы отправляемся в выставочный зал. Кстати, в фонде музея заповедника имени Фелицына более 400 тысяч экспонатов. Для справки, то здание, в которое мы приходим на экскурсии, это еще не весь музей. Некоторые экспонаты разместились в филиалах Ванапе, Тимошевске, Темрюке и Натамане. А большая часть археологических находок находится в хранилищах в разных уголках Краснодара. В одно из них нам удалось попасть. Многие, наверное, думают, что археологическое фондовое хранилище – это что-то такое пыльное, темное, с затклым запахом. Но на самом деле это современное помещение, как вы видите, со стеллажами, где все очень аккуратно, красиво разложено. И даже есть современная автоматическая система кондиционирования, чтобы экспонаты дольше сохранялись. Хранители. Так называют археологов, которые здесь работают, строго соблюдают все правила обращения с предметами древности. Многие, как, например, Юрий Викторович Зеленский, трудятся в музее практически всю жизнь и точно знают, зачем им это. Вот очень часто приходят люди, смотрят и говорят, о, а вот этот сосуд нашли в нашей станице. Так ну, а сколько лет ему? Мы говорим, ну, пять тысяч лет. Так это что получается? На территории нашей станицы люди жили уже пять тысяч лет назад. Вот так силами 180 талантливых и преданных своему делу сотрудников музея сейчас мы с вами можем узнать и представить, кто и как жил и чем давным-давно занимался на земле современного Краснодарского края и Адыгеи. И воочию можем увидеть предметы, которые остались лишь в единственном экземпляре и только здесь. Анна Володина, Павел Сагайдак, Юлия Дейнега. Телекомпания «Краснодар». Да, если смотреть сквозь призму времени, каждый день в нашей жизни происходит что-то хорошее, интересное. И краснодарцы, и гости города с удовольствием делятся с нами своими эмоциями. Давайте посмотрим. Я стала читать очень одну хорошую книгу про бизнес, про мотивации. И это как-то начало менять мое сознание. Ну, друг приезжал на мотоцикле, покатался. Защитила почти все лабораторные, политротехники. Это для меня очень важно. Просто хорошее настроение всю неделю. Домой еду, наконец-то. А откуда? Я в Тамани. Давно не были дома? Да, давно не была. Сдал сессию. Что еще? Погулял по шикарной улице города Краснодара, по Красной. Это прям городская достопримечательность. Вот и погода не совсем теплая, думаю, все равно шикарная. Как видите, это рабочая неделя. В Краснодаре у многих прошла отлично. Желаем, чтобы и выходные тоже удались. А у меня на этом все. Всего вам доброго. До встречи в эфире Главного городского.